11 числа очередная конференция, я так понимаю, на высшем уровне нашего Евразийского Союза. Повестка дня определена. Вы знаете мою позицию, да и Беларусь вообще, может и не только, что нам бы пора постричаться с глазу на глаз, не по телевизору, а поговорить в открытую, потому что куча проблем. От военных, военно-политических до экономических, тем более, что такого, наверное, вы не помните года, как этот 20-й год, високосный, очень тяжелый год, но то ли еще будет, одно дело обвалиться, экономика вся рухнула в мир, и нас это коснулось прилично, и России, и Казахстана, и Кыргызия, и Армения, а выход будет очень тяжелый из этой ситуации, тем более, вы же видите, началось противоборство, фактически идет экономическая война, уже кое-где неприкрытая война с переходом на не просто дипломатическую какую-то, или средства массовой информации, но уже и горячим запахло, я приводил эти факты совсем недавно, замашки отдельных наших соседей под прикрытием отдельных государств, неслабых, и их цель, поэтому очень серьезная обстановка вокруг, и нам бы обсудить эти проблемы с глазу на глаз, ну, будем разговаривать, может, традиционно в канун Нового года, мы же обычно в Москве встречались под Новый год, и нам надо... И в Санкт-Петербурге будет встречаться. В Питере или в Москве, мы готовы и в Минске принять главу государства, если будет такое желание, неважно где, но пора очень серьезно обсудить те проблемы, которые встают перед нами. Но, тем не менее, повестка дня готова, регламент определен. В Питере 11 декабря, насколько я понимаю, 28 вопросов пока, 24 мы обсудим традиционно. В широком, в широком, да, 4, в узком. Естественно, мы традиционно настаиваем на том, чтобы безукоснительно, без затяжек всякой бюрократии, мы решали те вопросы, которые запланировали. Тем более, ситуация такова, что, как Путин всегда подчеркивает, надо быть вместе. Вместе проще преодолеть всякие трудности. Но надо этим путем и идти. Один из главных вопросов – это стратегия нашего Союза 21-25 годы. Мы договаривались о том, что мы наконец-то решим проблему единых рынков, прежде всего, рынка природного газа, и в нем единственный вопрос, который не согласован, это вопрос справедливой цены на тарифы по транспортировке газа. Для нас это важно и для других. Есть вопрос о ввозе на территорию Союза гражданских самолетов. Казахстан предлагает, ну и тот же Казахстан предлагает вопрос кадра. Хотелось бы услышать вашу позицию в этой связи. Какую вы предлагаете, если это возможно, могла бы занять позицию Беларусь в этом плане?